Такой же в твиттере Токер Огурчик говорит, это же 50-50 против Хапача Да, это он Но против оппонента у них реально 50 на 50 Наградить не трону, говорит Форли Душнили в чат, да, таки бывают Ну, они, может, не знают просто отношения игроков друг к другу Оно, конечно, такое, конкуренция пограничная, взаимные подколки, но это же все Я уверен, если они лично встретятся, будет с улыбкой вспоминать о этих моментах Архон говорит, не трожит талантливой от природы, он вынесет крово в ноль О, я бы не стал так говорить Милосердие, говорит, они как Вульфса магия, похожи Что это, запись вчера вроде было? Нет, их вчера не было Они были в... два дня назад Хэппи, надо корону надеть, будет прикольно Если только заплатят за это, я думаю, пойдет на такие Тем более, он серьезный товарищ Не добил Бараком хорошо, хотя анимация, мне показалось, была жесткая Большой инвул Поскакали Хорошее место, видите, для Веспа, за баррикадами, не знал, что там елка такая есть Проверяет нейтрон, смотрите, нычку А где куар-код, говорит Сварли Т-те, точно, а где куар-код-то Код Вииу, вииу, вии Правда нейтроны из начата теперь не видны Лучше нейтроны видит, чем второго героя его О, вкуснятина, что это? Да я поел плов, ты же меня оставила одного без людей Это не ты плов не ставила, а там Милосердие Нет Бесса, пойдем Да обед пришел в начале восьмого мой Это же завтрак Ну ладно, база делается у нейтрона, Т2 делается у нейтрона Он собирается играть, скорее всего, второй дима и в лорнице Не знаю, на лорницах он остановится на Т2 или будет еще дальше халявить По логике нужно остановиться Для того, чтобы нормально отбиться от тайминговой атаки Андеда Хорошая бутылка маны Третий кипер, третий декабрь Вроде как оба пассивно прокриплись, но декабрь прокрипился даже лучше, чем кипер Скорее всего, тайминговый будет пуш А, там гарги Нет, там гарги будет Это неплохая опция Против киперов гарг Димка вторым героем у нейтрона Ну и Хантер Схолл не совсем по таймингу у нейтрона У него должна была уже строиться первая лорница Он, увы, не готов был А не, алхимика взял все-таки, молодец То есть сделал разведку Увидел, что там гарги, видимо И взял алхимика Начинает рассказывать про то, что это не очень хороший выбор Но А, это могут быть массы Арчи Ну опять, у Мика привет Да, там этот Нео рассказывает, что алхимик здесь хуже, чем панда Или хуже, чем Дима Проблема в том, что лейта не будет, понимаете Тут не будет опции прокачать героя Или там, ну, Диму нужен в прокачке для того, чтобы нейтрализовывать прокаченные хандедовские герои Чтобы оставаться в игре Панда в массах лучше работает, естественно Ну, когда прокачан там с третьего и выше уровня Но учитывая то, что здесь будет тайминговый пуш Не факт, что до третьего успеешь до атаки на твой экспант Прокачаться Алхимик кажется лучшим выбором Потому что он стреляет, соответственно, по воздуху по умолчанию Да, тут Койл можно было словить Да, да, да Там 142 хита было, он от 140 умирает Опасный момент Ну, нейтрон халявит То есть он делает Т3 все-таки Т3 То есть Тэг, второй герой Точнее экспант второй герой И не делает лорницы То есть он реально играет в масс арчей В масс арчей С меткостью Но есть проблема в том, что он может тупо не дожить до меткости Если будет какой-то опасный пуш Но похоже, что доживает Протектор достраивается Поставить бы его куда-нибудь между мейном и шахтой Чтобы сложнее было сожрать Сейчас будет Возможно будет какой-то налом Минус арча Не добил алхимиком Паладиновская аура Хороший диспл Койл не успел его убить Все, и при этом у нейтрона двойная разведка на экспе Не знаю, зачем он послал туда вторую разведку Там висп у него висит постоянно Гиганты нормальные с арчами стакаются Да, но на это еще На это нужно еще больше ресурсов потратить То есть его задача сейчас просто дожить до арбы Марксмана И возможно третьего героя, типа Патмы И все, и уже будет хорошо Потому что у Крава нет экспанда И время работает на нейтрона А Краву нужно сейчас собираться То есть Блэк Ситадел достроится Он возьмет себе арбу И будет пушить вот с тем лимитом, который будет там 46-48 Но это очень стрёмная получается атака Потому что нейтрон, как вы видите, успевает И Мунвеллы достроить, и из лимита, если что, выйти Марксманшип достраивается Возможно, не хватает ему третьего героя Кажется, он освободил специально вот эти вот 5 единиц Это прям Патмо он возьмет Смотрите, хоп Где Патма? Патмо заказал, да Чуть позже, на 7 секунд позже, чем Волновая минус Арча Ну и Арба сейчас будет у Козла Как только наберет, он эти 325 Голды, и все Медленный тайминг у Крава Армагеддон, а у тебя ж... Ты с приложения смотришь, да? А из какой стороны ты? Марксман дает дальность? Не, он дает 4 единицы урона К минималке, к максималке Где-то как полтора грейда на атаку Все, 46 лимита, Крав выходит пушить Фрэнди, Дестройеры Ну, не трожь, должно быть 60 вообще К тому моменту, когда придет Андетт Достраивает второй барак, пока из лимита не выходит Но надо уже, надо выходить Блин, халявит нейтрон, у него 600 Голды на руках Только сейчас начал выходить из лимита 52 Ну, посмотрим, либо отобьется, либо нет Куня, привет Да, проблема Без протектора будет сражаться Осидка кривая Видели, как Гулю увел? Йо-моё, Крав Став хороший Там осидка кинулась Кинули в Гулю, которую отвели И не было вообще никакого сплэша Да, Нова останавливает Свиток Съест Крафова Чем у нас Арча Потма пытается уйти Его очень быстро убивают Ну, Потмы здоровья меньше, чем у Хантрес Минус 2 Голи всего лишь Где-то на 8 Арчей 52-43 Да Да, вот так Нитра шукотнули с тайминговой атакой А что не так? Что не так? Ну, сами по себе Арчи, наверное, хороши Только если, ну, есть какой-то Есть какая-то хорошая либо позиция Либо танки впереди То есть он здесь очень много времени вынужденно посвятил в Ну, в бегах, так скажем Вот Ну, Крав очень грамотно еще сделал, что не побежал на На экспант Работал Ну, ударил по мейну То есть ему не обязательно было сразу сражаться с протектором Беда Минус Дестр Арченье Дара-дара-дам Дестрой Еще может Еще может убить Точнее, не убить, а отбиться Нитрону просто отбиться нужно Ух, шетик Гуэлл из лоу хп, которых не убивает Да Минус одна гарга Опа Какая новая классная Почти лич минус 45-48 Надо диспыльнуть трех скелетов слева Сидянка пришла Тяжелая ситуация Патма подходит Диспелл от Дестра Минус еще одна Арчем 44-50 А там отступление тактическое За свитком, за восстановлением маны Крафт не должен долго ждать Да, там Длич третий Скелет второй Действительно Может в двух словах Как так вышло, что Арчи против Френзи Ну Арчи, в принципе, Гули довольно быстро убивает Просто тебе нужно что-то, что Гули какое-то время будет сдерживать, чтобы Арчи могли пострелять Френзи подняли немножечко С 25 до 33 процентов Скорость атаки, скорость перемещения Вот Видишь, что Арчи Он Нейтрон понимает, что у него позиция плохая Минус Магазин не отменил Алхимика окружили Став есть Став, ну где лечиться? Уже Ноу Койл сразу влетает И Алхимик падает Да Бедный Нейтрон Ладно, 1-0 Хм, ГГ, говорит Нейтрон Крав флексит Тропико Пьет какую-то газировочку Как собаки с морпехами Да, да, да Its не волноват Да Нейтрон İ все Став Din Прямо Став, цвет Все Став Если Meth Брат В Дима Ж Читала с Читuba Луч Это не важно, как много арчеров у вас. Чем больше арчеров у вас, тем больше скелтонов он будет получать. Это не правильная стратегия. И я не понимаю, почему он не играет. Вообще Старбакк, он это показал. Не помню, не помню, не помню. Неплохо. Да, там Рема демо горит. Алхимика можно было как танков использовать. Было вместо осетки взять берсерка. Да нет. Я имею в виду танк, который... Какая разница? Ну, во-первых, называется Chemical Rage. И он не увеличит твои защитные скиллы. Я имею в виду танка, который заставляет, просто заставляет противника обращать на него внимание. То есть, либо это таунт, либо это какая-то более плотная стенка, либо это какие-нибудь винные пары у панды для того, чтобы... Ну, там Destroyer, это все снимается, панда так просто там не сработает. Ну, прожмет Alchemic Rage. И чего? Думаете, его будут бить? Не будут? Будут игнорить, бежать в арчи и гульки. Поэтому... Не знаю. Но гули съедают арчи очень быстро. Блин, сюда 3-5 котов мог отбиться, я думаю, но это дилетантское мнение. Да, коты на этой стадии уже просто мясом. Слишком много лимита жрут, слишком бесполезные. Распределение урона, которое за счет чакрамов, оно... Частично этими обсидианками нивелируется. Гарги убивают котов. Коты, к сожалению, это только юнит... Ну, либо экспанты ты перемасиваешь все. И там на Т2 за счет чакрамов, за счет хороших грейдов противорка там есть опции. Ну, либо они потом умирают очень быстро. Он сам нарежет за это время? У него не такой большой вклад в... Я пытаюсь понять, что... придумать, что могло быть полезнее, чем алхимик. И что-то не могу. Сам как думаешь, кем надо было танковать для арчей? Не знаю. Ну, первый вариант — это Demon Hunter, но он скорее для того, чтобы нейтрализовать нову. Там Ремо Демо негодовал, говорил, что там скелеты появляются, и что Demon Hunter рейнджерку... Ну, видимо, моноберны. Но это неправда, потому что просто за счет одной обсидианки ты сразу после моноберна через 2 секунды у тебя уже следующая Dark Arrow вылетает. Она 6 маны стоит. И... ну, довольно просто. То есть ты не будешь контрить моноберном стрелку в такой ситуации. Но вот от нового можно было избавиться, да. Но Дима тоже такой, его игнорить надо. Поэтому с арчами можно на хорошей позиции. То есть, типа, вот как раз, если бы Краф атаковал более примитивно, если бы он полез на эксп, там, где барак, там, где протектор, там, где дерево, и нейтрон там встал арчами и сражался, вот, то это было одно дело. Но он же пошел на мейн, и нейтрону вроде как вписаться надо было за мейн, а там так бежать далеко. Короче, если мы говорим о каком-нибудь герое, который позволяет контролить, именно армию контролить противника, то это либо панды с винными парами, потому что дает замедление и дает миссы, но а дестройер? Либо, скорее всего, это тинкер с ракетами, которые хотя бы секунду микростана каждые 6 секунд может давать. То есть он может их, по крайней мере, останавливать ненадолго. Но... Я вообще не вижу, каким макаром, даже арчами с меткостью, ты можешь сражаться с Гулли Фрэнзи. Это... Это очень такая... дохлая комбинация. Михаил, для iOS будет новое приложение или текущее обновляться? В общем, не хватает сворачивания мини-окно под лагерь исходного качества и не видно голосований. Да, я думаю, что на следующей неделе уже будет совсем новая версия приложения, если там не завернут опять по каким-то причинам. Так что ждем. Ждем. Пикчер-ин-пикчер там точно будет. Вот, и... Вообще непривычно видеть в такой ситуации арчей с меткостью. То есть это же... Это должно съедаться с Фрэнзи. Счет 1-0 в пользу Крава. Увы. Возвращаемся. Мишан, ты же программист? Нет. Дорода, нет, я не программист. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Коллапси говорит, привет, а где коробочки? Снова замануха. Коробочки порезали, коробочки не очень. До трех побед? Нет, до двух побед. Они играют за квоту. С первого места уже 4 человека вышло, и сегодня еще 4 квоты будут разыграны. А сам плей-офф на 8 человек будет с середины следующей недели. И финал будет в воскресенье. Нейтрон. Нейтрон. И, честно говоря, я не уверен, что от последнего матча, в том числе, что он мог бы сделать лучше, в том числе экзекуации. О, нейтрона вебка как-то ушла. Ну, посмотрим, какую-то подстройку нейтрон должен осуществить. Позиция, деревья, фокус вряд ли еще что-то поможет торчам с гулями. Висп сразу у нейтрона на миникарте, посмотрите, пошел влево. Там, скорее всего, будет ставиться база. Ну и да, один из аргументов, что в Гарк сыграть, опять же, фонтанчики на консилд. Злобный гений порезал коробки, по-любому смотрел, да-да-да, он поэтому... Он так и говорил, что я что-то смотрю, майкеру слишком легко, и решил... Причем... Он еще, помните, говорил, да я там добавлю леги для траппера. Ни одной не добавил. А кому-нибудь, кроме эльфов, есть смысл покупать больше одной арбы? Крайне редко такие ситуации случаются. Андеду нет, потому что и так у тебя, ну, она работает, ты при фокусе, ты одну цель атакуешь, и арба работает. Иногда у хуманов арбу брали, но чисто для того, чтобы дать возможность тому же самому Маутен Кингу атаковать воздух. Ну, бывали такие случаи, что есть необходимость... Тем более он с руки-то там башит, арба стакается с башем. То есть вы берете арбу, и у вас работает баш на воздух. Неплохо. Вот. А так нет. Ну, арковская там только для Блэйдмастера нужна. Иногда-то, опять же, передают или покупают новую для Таурена, но это, опять же, крайне редко, когда есть какой-то воздух, который необходимо законтрить за орка. Не батками, а именно героем. Дарка Эль, а про какую арбу ты говоришь? Если про эльфийские, то стакаются. То есть два разных яда накладываются на цели, если про это. Дэгда бегает опять Кипер. Нычка строится, они Андетт прекрасно знают. Но, опять же... Аааа, вот почему. Да, 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 да. Там перекупил козел персональный телепорт, это очень важный момент. Хорошо подблочил, старался, потому что ДК мог стелепортироваться и попробовать нычку отменить на ранней стадии. Сразу три виспа, вот за что респект нейтрона, это вот за эти три виспа. Хорош. Ну, как раз, и починить, когда достроится, и если придет ДК со скелетами за дисплей сразу... Коллаптис, не, на новом графике в варкап не играет. Не, если с двух разных раз взять две орбы, в матчапе они будут стакаться? Нет, не будут. Есть так называемый орб-эффект. У предмета или у способности. Если, например, у тебя, у Патмы есть стрелка, это орб-эффект. Если ты берешь орбу, то она перекрывает текущий орб-эффект. Если ты берешь еще одну орбу, то орба перекрывает действия других орб, в зависимости от того, насколько высоко она находится в инвентаре, начиная с левого верхнего угла. Но орб-эффект может быть только один. У маски смерти, которая высасывает здоровье, тоже орб-эффект. То есть маска с орбой не стакается. Минус висп недоконтроливает нейтрон. Пошла гарга. Не реагирует нейтрон по мелочи. Демон Хантер вторым героем. Диспел... Хороош! Увидели? Чё они не воспринимают так? Это мега редкий момент был. Койл было уже кинут. Притом, диспл сработал и на двух скелетах, и на деку. Просто дичь. Красиво. Дарк Эйль говорит, спасибо, ГГ реально не знал, капец, Варкрафт глубокий по механике Да, тут многие вещи продуманы Мы просто обычно не... часто об этом не говорим Так что задавайте вопросы, передавайте приветы, вдруг вас в Варкрафте тоже беспокоит какая-то тема Я думаю, что даже если я не отвечу на этот вопрос, то коллективный разум-то точно ответит Ну и в дрядок играет, как видите, нейтрон, более классическая тема Опять ворчей? Нет, не опять ворчей У него одна лорница, а вторая строится, с чего этого ворчей, Вархон? Хорошая разведка Увидел, что Undead делает базу Ну и надо что-то с этим сделать Подрывник это не решение, то есть это ненадежное решение Плюс у тебя леса нет Это тоже, кстати, проблема Дим, ну Берн пропиши Все Я не знаю, где армия нейтрона А, вижу, бежит А как так получилось Минус гарга, недоконтролил крах Может попробовать третью поставить Здесь уже не пробить Ну и опять же, где став Опять Димон Хантер мертвый Зачем он там сражается? Уже незачем Уже незачем, ни за что Псят лимитом Не-не-не, он не будет атаковать И не будет он выходить из лимита Ну а какой смысл сейчас мы еще из лимита выходить? С ума сошли? Только Undead поджал Только понял, что у него будет экспанд Только Undead сейчас будет расстраиваться Сам Тон точно не будет в агрессию выходить Поэтому нейтрон должен решить проблему с лесом Углубиться в криппинг И, возможно, либо поставить третий Либо заказать Т3 Потому что сейчас уже сражаться с Блин, забыл артефакт он там Да, нейтрона практики не хватает, капец Да, там два артефакта и валяются там Ну, это получается Получается тогда, когда практики не хватает Не может здесь сражаться нормально Да, третий лич Торчей не доконтраливает Светоключение поздно Может, из-за волнения? Да нет, нейтрон играет уже 15 лет Какое волнение? То есть он может, конечно... О! Не плохо Сидит на лимите Виспоп добавь Виспоп добавь Блин, нету, тебе леса Ты что делаешь? Ой! Гряду заказал, лес закончился Да зачем он сюда пришел вообще? Просто пришел, снес половину здоровья у Некрополиса Ну, зачем? Мог там точку докрепить, какую-нибудь красную докрепить Крэв сейчас возьмет Да, берет А, демон забрал Фух Ух, нейтрон там, наверное, просто... Да Как понять халяву, я часто употребляю слово А, это когда ты... Хороший, кстати, вопрос Не имея на то оснований, что ты делаешь для получения преимущества То есть, например, ты спытаешься... Ты ставишь базу Без... Не имея преимущества в игре Или сидишь на лимите, не выходишь, не строишь армию Купишь деньги, хотя тебя могут убить То есть, это где-то ты экономишь Вот нейтрон халявит, у него 2500 золота Это дикая халява До сих пор стаффа нет Ты издеваешься? Сейчас же Димка Минус лич Не, ну они... Они приблизительно одинакового уровня, получается Нейтрон подрезал лича Выходит из лимита Нет смысла сейчас выходить из лимита Ты столько, что лича убил Отмени, ну чего ты, зачем ты? Не, пошел, пошел штамповаться Возможно, будет подпуш сейчас как раз Может, через подрывников он это сделает Лича выкупает Тарамими, да? В том-то и дело, что... Да, подрывники Что... Несмотря на наличие ошибок Все равно эти люди играют значительно лучше, чем большинство из нас, так скажем Я не знаю, есть ли в чате люди, которые смогут в принципе обыграть нейтроны и кравы сейчас То есть их-то, наверное, человек 20 вообще Да, молодец Можно давить Да, неплохо, неплохо, Берн Здесь не хватает еще панды третий Или алхимика, или тинкера Да, 4-6-1 Слишком много гарк Телепорт Почему? Да у нейтрона просто на руках еще денег много Он не успел все потратить Ему нужно арбу сейчас покупать Брать третьего героя И продолжать Арбы нет Да он уходил, когда эта треща не доделалась У нее не могла быть арба на тот момент Панда в третьих, хорошо Ну сейчас посмотрим, будет ли у Вины пары хорошие Арба есть Блин Такая жесть Да там третий койл Ряды не успевают Но он должен отменять Дерево достраивается Но сейчас в следующие секунды умирает Обычная математика, Гарги самый быстрый юнит матчапи И андетельф не убежит Да гиппогриф быстрее Если правильно помните, погреб быстрее И сразу с недоверием, когда человек говорит Да все просто В аркасте все просто Контролишь Убиваешь, не умираешь Свиток хороший Блин, вот если Крав будет сражаться без Без стон формы То это может плохо закончиться для него Его, конечно, больше Значительно Димка Не стаффает Не хватает механики Блин, даже под винными парами он умирает Даже под винными парами Став А панду будем доконтроливать? Нет? Забей на нее Там 5-5 забейте К сожалению, к сожалению Нейтрон не проходит Крав рад Гиппа спит 400 Гарга 7375 Пожалуйста Да, до двух побед в АГ Владимир Но Нейтрон уже проиграл И не про то Тут типа Тут гиппа нету Так нет Простая математика Самый быстрый юнит в матчапе-то сказал И все Но это не самый быстрый юнит в матчапе Ты ошибся Поэтому Я, если честно, не уверен Что ты знал, что гиппа-грипп летает Быстрее, чем Гарга Гаргс в 1v1 Than риады Но проблема, конечно, Вы будете Дестра